Добрый вечер, дорогие телезрители! Меня зовут Дмитрий Нагута, это ток-шоу «Момент Истины» на телеканале TV7+. Добрый вечер, ребята! У меня сейчас отличные такие гости, мои коллеги, друзья. Можно так сказать? Ты мой друг? Конечно. А ты? Ну, я пока не журналист, но он, по крайней мере, друг. Да я тоже не журналист, но я бизнесмен, и я думаю, что вы как раз будете с этим согласны. Лучше быть бизнесменом, чем журналистом, честно. Чуть-чуть дороже платят. А Степан Кушнир, руководитель Хмельницкой молодежного клуба развития, да? И Максим Блажкун, предприниматель, и еще имеет какой-то орден... Какой-то орден? За услуги перед Отечеством, в 2012 году. Ну, это была Украина? Да, Украине. Хорошо. Пусть будет так. Сегодня у нас будут включения из Крыма, потому что все мы знаем то, что происходит там. Вчера был референдум. Большое количество людей там действительно принимало участие по поводу... Во всяком случае, по поводу этого российские СМИ написали. Какое там процентное? Чуть ли не 80 чем-то человек. 95 вроде чего. 96,5% проголосовало за включение Крыма в Россию. А все остальное... Вообще, я имею в виду, что 80 с чем-то процентов... Да, да. Да. К тому же в Фейсбуке. Я вчера общался с крымчанами, спросил у них, как там поживают крымские татары, ходили ли они голосовать. Потому что мы смотрим все-таки крымский канал АТР, да? Да. Знаем о том, что они бойкот устроили и не ходили голосовать. 0,6% пошло голосовать все-таки от этого. Ну, крымчане в Фейсбуке у меня на страничке написали, что все татары за Россию и все проголосовали за, конечно же, за вступление Крыма в Россию. Ну, вот такая вот информация. То есть, знаете, что, ребят, я вообще даже мог бы сказать. То есть, какая-то такая ситуация произошла, что в прошлое, когда был Майдан, да, они все смотрели, говорят, эти майдануты, у них все там в голове на одно, на уме, да? Сейчас мы видим, да еще и хуже какую-то проблему, да? Как вы думаете, из-за чего это все там происходит? Все-таки ФСБ там хорошо поработало уже пару месяцев или, может быть, даже лет? Или что? Ну, мое мнение такое, что в чем-то Крым очень схож со Львовом. Просто идею Львову мы понимаем, она для нас близка, а идею Крыма мы проверяем, она для нас противоположна. Люди реально хотят воссоединиться с Россией, то есть, в большинстве своем. Может, и не 90%, там, 3%, да, но, по крайней мере, те, с кем я общаюсь, это, ну, процентов 60, то есть, большинство готовы, и для них и культура, и язык близки с Россией, они сами не считают украинцами. Да, дело в том, что, вот, какая ситуация вышла, что я, в принципе, на Майдане не был, да, но, как бы, какие-то вещи поддерживал, какие-то категорично не поддерживал. Они со мной, вот, постоянно общались в Фейсбуке, а сейчас они просто считают меня за врагом, вот, считают врагом и сказали, вот, как ты мог так поступить, как быстро у тебя поменялось твое мнение. У меня мнения не было, на самом деле, я для себя понимаю то, что я, может, не согласен с чем-то из Майдана, но я за Украину, я за целостность ее, и я не хотел бы, чтобы люди уходили, я хотел, чтобы каждый человек имел свое мнение. Если федерализация, господи, да делаем ее, и живем, но в составе Украины, что мы видим сейчас. Крым просто ушел от нас, это называется побег во время чумы, да, то есть, мы можем это сказать, у нас очень сложная сейчас ситуация в стране, но они, они просто убежали, они для меня предатели. Слушай, можно говорить с другой стороны, я еще не поразматриваю на украинском вове, спробую, так, буду менять, так, теперь уже можно. В тому значении, что... Не помогло, что ты на русском разговаривал в прошлый раз, Крым все равно. Ну, надо бачить реальную ситуацию, которая сегодня есть в Крыму. То, что люди хотят быть в России и сподіваются на какое-то беззаботное будущее, я позволю себе на русизм, благодаря России, ну, это величезный обман. То, что давайте поднимемся, уже сказал на одни из программ, что смотрите на то, как защищает Россия россиянина, как она заходит на другие государства, а это давайте дается на Грозный, давайте дается на Дагестан, на Абхазию, на Приднестровье, на Южную Осетию. Ну, беда там, взагалі. Людям там дуже страшно, тяжко же это на сегодняшний день, и це реально правда. Про то, что Крым – це дотационный регион Украины, все это прекрасно понимают. Те, кири там Крым дает 30-35%, скажем, выхлопа с туризма. Сталинерии Крым – це реально ну ноль. То есть, мы им даем воду, мы даем им электроэнергию и так дальше, газ и так дальше, и так дальше. То есть, Крым живет с денег, которые дает Украина. Ну, це факт конкретно, то есть, это правда, это экономический факт, который подтверждает даже сам Крым. И Путин обещав ежемесячно датировать, это Крым. Путин обещав единоразовую, повторю, единоразовую проплату на данный момент времени. Вот и все. То, что они дают им рубль и московское время, да бог с ними. Ну, сегодня они уже должны переходить на московское время. Сегодня плавный переход начался на российский рубль. Кстати, ну, я думаю, что это не реклама будет. Приватбанк прекратил работу с Крымом тоже. То есть, они выдают деньги, но никакие депозиты, никакие кредиты, то есть, они уже, это понятное дело, с ними не работают. Ну, смотрите, я, честно говоря, даже не знаю, вот что здесь написано. Крым провозгласил независимость сегодня в 10 утра. Рада утвердила указ частичной мобилизации. Кстати, вот хотел бы посмотреть с вами сейчас отрывок из Верховной Рады. Сегодня выступал Порубий, секретарь РНБО, про мобилизацию. И давайте про это поговорим. Давайте посмотрим сюжет. Что дислокованы на Крымском півострове. У связи с резким ускладением внутрешно-політичной обстановки, включением Российской Федерации в внутренние дела Украины, увеличением социальной напряженности в Автономной Республике Крым и Севастополь, и, соответственно, до пунктов 1, 17, 20, частины 1 статті 106, статті 112 Конституции Украины, постановляю 1. Оголосить и провести частковую мобилизацию. Далее – мобилизация. 2. Мобилизацию провести на территории Вінницкой, Волинской, Дніпропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорізькой, Ивано-Франківской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львівской, Миколаевской, Одесской, Полтавской, Рівенской, Сумской, Тернопольской, Харкевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Чернівецкой, Чернигівских областей, Места Киева. 3. Мобилизацію на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснити з числа громадян, які в добровільному порядку висловили бажання бути призваними на військову службу, у тому числі шляхом прибуття до військових комісаріатів і військових частин. 3. Мобілізація проводиться протягом 45 днів із дня набрання чинності цим указом. 4. Голові Служби безпеки України, начальнику управління державної охорони України, голові Служби зовнішньої розвідки України, Вищому командуванню Національної гвардії України, керівникам центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування України, оперативно-рятувальну службу цивільного захисту, перевезти підпорядковані військові формування України оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на організацію та штати воєнного часу. 5. Призив військовозобов'язаних, у тому числі резервістів, та постановку транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії України, здійснити в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву. 6. Місцевим органам виконавчої влади, за участю органів місцевого самоврядування, організувати та забезпечити в установленому порядку. 1. Своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини. 2. Виділення тимчасових будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України, відповідно до мобілізаційних планів. 3. Кабінету міністрів України забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням часткової мобілізації. Цей указ набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України. Дякую за увагу. Подумайте над цим, він що, все-таки думає, що у нас буде війна? Насправді, по-моєму, нічого нового не сказали. Мобілізація і була, і люди ходили вже з вами військові військові, і вже були в бойовій готовності, і техніка вже тож, на полігону. А в чому суть цієї мобілізації? Для чого вона? Проявити. Проявити те, що ми можемо захистити себе. Ну, проявити в яким? Захистити СБС, сори, чим? Ну, шо, сори, ну, давай так, шо і Україні, яким чим, ми можемо захистити? Сьогодні я з тобою, сори, ну, підемо в воєнкомат, вземемо зброю, я не між стріляти. Аналогично, так ті, хто служить в армії, також не стріляють там, в принципі. Я зараз злухнувся своєму знайомому в армію, там, де зараз служить, він каже, ну, там, в танковій дивізії працюю, ну, служить. Каже, ну, ти готовий там вас, там же танки? Ти, він каже, ну, ні разу не був в танку, тобто, отак от, ну, в нарядах я стою, от всьому, і вся служба. Треба бути реалістами, і сьогодні називати речі своїми менами, то, шо перша справа, Україна, немає армії, і шо цей злидень Янукович, який був вибраним легітимним президентом на сьогоднішній день, громадянин Янукович, і його влада зробила все для того, шо та армія розбомбилась і розійшлася. Сьогодні немає армії України, ну, сори, я преклоняю голову першого офіцера Криму. Поки він був при власті, зробить так, щоб повністю розружитися, т.е. не було ні воєних, от смотрите, навіть ж зробили просто призовників по контрактникам, правильно? Це прийшлося раніше, тільки треба знову ж таки називати речі своїми менами, що на сьогоднішній день немає війська, тільки є військові, які мають офіцерську честь. Це правиль приклад, і кримські військові, і інші військові, це офіцери. Натомість наша армія небоєздатна, і цих 6-8 мільярдів гривень, які виділяються на армію, ну, це просто, це маразм, я вибачаю, це реально маразм. Про що вони думали о ці ці роки? Зараз вони просять допомоги, зрозуміло, у інших країн, але як ви думаєте, може бути таке, що у нас будуть якісь військові дії? І для кого? С кем? Тобто, якщо навіть ці зелені чоловіки потихонечку там где-то виїжджають, вилітають, приїдь в Крим, спроси у людей, що вони думають по цьому поводу. Що вони думають? Залежно, знову ж таки, більшість людей, татари, от ти ж видиш, да? Татари, які за Україну, які пам'ятають, як росіяни, що їм коштовало, коли їх вигоняли з Криму, і їм не давали повертатися в час Радянського Союзу в Крим. Татари сказали, що нам якщо померять. Так, у тебе є знакомий, давай, давай, ми з ним згоджемося, ти у нього спроси, ну, ребята, ви всі вместе спросите у нього, плюс я присоединюсь. Какая ситуація? Ми зараз згоджемося з чоловіком із Крима. Ало, здравствуйте. Добрый день. Так, добрый день. Це телеканал ТВ7+, ви зараз в ефірі. Мене звуть Дмитрий, возі мене Максим. Максим, дуже приєтно. Да, Максим, дуже приєтно. Добрый день, Максим. Так, Максим, скажи, пожалуйста, как прошел у вас вчера референдум и какие есть эмоции у людей? Положительные? Я скажу так, эмоции вообще шикарные людей. По всему почти Крыму. Перед Песек, Ялт, Симферополь, Севастополь, Ауф, Таук, везде люди бегают, ездят с русскими флагами, там, беззаменами, с крымскими и даже татарскими. Все, думаю, целуются, об'являються. Когда вот ездить к тому, что наши судьи присоединяются к ним, все вас с вами видели, с ним отвечают за своїми. На самом деле. И что, даже Максим Татар ездит? Они же вроде как говорили на своем телеканале, что они там бойкот объявили, нет? Ну да, да, да. Была такая информация. Причем? Потому что татары ведь тоже делятся в Пуки. На разной части есть. Там 3-4 вида, это правда, есть на Крымской территории. И большинство не ставило вопрос в России, потому что там есть не главные татары, но очень хорошо дружат с Казыровым. И как бы из-за этого не все татары были против. Это не просто именно флагов татарских, а мы сегодня концерты реально были, мы говорили, мы ставим флаги татарской верности, скажем так. Максим, хорошо. Скажите, пожалуйста, а с чего вообще вот это все началось? И к чему вот привело то, что вы сейчас уже в составе Российской Федерации скоро будете? Почему? Из-за того, что был Майдан, из-за того, что была революция? Или это другие какие-то причины? Я думаю, причины самые глубокие, и там до новой федерации этого не хватит, но если так, наверное, могу сказать, то ведь та власть, которая пришла сейчас в Украину, в общем, в Украину, все, она не устраивает людей, которые живут здесь в Крыму. Потому что здесь люди более, например, по-российски. И это не национализм, допустим, русский, а именно ютуб. И наша власть была, наверное, кто сказал, что русский, говорит, нет, да? Почему можно сказать? Это вообще в основном, например, это вообще про русский город, да? На самом-то, здесь там очень много именемных духов, да? Ну, да. Национальности. Поэтому это был для них шаг, который не единственный. А наши другие политики, да, они как-то похватились, сориентировались, сделали такую, скажем так, архировку. У вас есть возможность задать. Майдан, я не знаю, насколько Майдан имен там, пришли пухи, а мы быть самашими на власти. Я думаю, что предыдущая власть тоже заставила прийти к Крыму, да? Ну да, Вакс, ну согласись, что, как бы, то, что приняли сегодняшние горе политики, закон о русском языке, ну это просто неподобство. Это не те законы, которые нужно было принимать на сегодняшний день в стране, которая, по сути, реально банкрот. Страна, которая через все события превратилась... Да, они не приняли закон. Ну, они как бы отменили закон Калесниченко. Они не отменили его. Они пытались это сделать. А вторая вещь... Макс, смотри, ну правда, что... Да, да. Да, во второй вопрос, Макс, ну смотри, правда, что, в принципе, в Крыму та информация, которая есть у нас, все-таки была пропаганда российская, были эти бигборды, было как бы устрашение того, что как бы вот мы на западе Украины являемся бендералцами, которые, ну, на русском, в принципе, не разговаривают. Ну, ты сам знаешь меня, знаешь хмельницкий, например, и знаешь наши отношения к русскому языку, да и вообще, в принципе, что мы люди достаточно миролюбивые и открытые. Хотя, правда, мы достаточно прозападные и хотим быть в Евросоюзе. Это факт. Это правда. Ну, это правда. Крым показалось. Крым фашистский, Крым достаточно, что мы выпили. Поэтому, да, делась пропаганда, но я сказал так, что на людей особо, так, что русской не давили, потому что они, они, вначале, сами были в царе, да. Вот. А то, что сказать про русских войска, я говорю, спросите меня вопрос. Я действительно, я тут видел пару ПТА, скажем так, вот, в Сиферополе, которые поперекровали части украинские, чтобы не могли выехать. Ага. То есть эти русские, скажем, зеленые человечки, которые, по сути, крымчане понимают, что это российские войска, да, или, опять же, это такой табу, о котором не говорить. Что ваше это? Валерий Крым, зеленые человечки, как можно сказать. Да, я их видел. На самом деле, русские фории, ну, как бы она имеет, я не так толстый, это русский, потому что, кому-то я спросили, эти бабы. Ага. Ну, и тигры, да, вроде, тигры, это армия, только армия России использует, там, по-моему, в Сирии и Корее, больше никто этих тигров, да, не имеет, нигде их не купишь. Машины. Ну, вроде, это врага, ну, 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 я думаю, что... Ну, я думаю, что... Я, я, вы более уверены, что это цели русских формистов, да, но идеологи, почему они стоят, сначала с трегатами, мерцами, идеологи, для чего они стоят, не для того, чтобы добить какие-то, ну, на мнение людей, да, в Крыму, а для того, чтобы нынешняя власть не могла помешать лично выбору демократии, это слово демократия, да, перед тем, что это разворачивание, что в нашей стране, такого слова, я думаю, существует, но, в общем, чтобы украинские войска не могли помешать проведению референдума, нечестно, нечестно, я точно не знаю, да, что все эти могли пройти, я думаю, что перекрыли украинские войска, чтобы они просто не могли выехать. То есть, они угрожали там, Максим, такой вопрос, как вы думаете, а почему нельзя было остаться, допустим, в составе Украины, какую-то федерализацию сделать, чтобы мы были, допустим, как в Германии, да, поделены на федеральные, скажем, областя, и со своим руководством можно было решать все свои вопросы. Ну, Галерийка, вы знаете, по ситуации в Испании сейчас, да, в Катологии. Да, да, знаю. Я думаю, плюс-минус, тут такая самая ситуация, в чем? Потому что, нельзя, не могут только одни что-то предлагать, да, допустим, в Крым, в Крым, а почему и правительство, которое пришло каким-то образом, да, к власти, там, правдимым, неправдимым, мы сейчас, ну, не подняем сюда, да, оно пришло к власти, и оно не ввело к имени, дело плохо, оно начало встать в жесткие условия, да, в жесткие условия, как-то отъезда русского языка, там, ну, и следующие последующие факторы, да, ибо, ведь, ну, и поэтому, по крайней за счет, это было, ну, как бы, скажем, автономии, да, от России, не говоря, можно было, я думаю, что отрасывая территория Украины, тем более, как-то теперь некрасиво будет уже выглядеть Украина, я так визуально посмотрел, просто, гражданские власти, тоже понимают ситуацию, что, есть шанс вернуться, как бы, к исторической родине, да, якобы, хотя бы, истейщики отдастся к России, но и все-таки люди тут живут, русские духом, то есть, у него, тут национальности, паспорт написал, «Украинец», «Украинец», «Казах», да, но большинство здесь с русским духом, они, с Россией, так или иначе, там, у нас, в Севастополе, еще не объявили, конечно, с сериалом, еще не сказали, кто победил, да, тот или иной вопрос, но уже был концерт, уже стали с русскими фагами, и, и, в Севастополе, и так далее, Максим, смотри, но если говорить тогда, с таким ситуацией, тогда, ну, как ты думаешь, нет ли тогда опасения, что, например, говоря о Западной Украине, то есть, тогда, Венгрия может предъявить свои, например, скажем, претензии к Закарпатской области, Польша может предъявить, например, к Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой области, Румыния может предъявить свои претензии к Черновицкой области, и, таким образом, с Украиной останется до, ну, до максимум три области, ты сам понимаешь, потому что в Западной регионе, как в Крыму, есть люди, которые имеют русский и украинский паспорт, мы все прекрасно понимаем, также у нас на Западной Украине люди имеют польский паспорт, например, венгерский паспорт, либо словацкий, и так в этой ситуации тогда, нет, действительно, возможно, эти действия, не рано ли было их так проводить жестко, просто тогда есть большой страх, и риск того, что Украина, как страна, может просто распаться, не дай-то Боже. Да, я думаю, что это очень большая вероятность, потому что, потому что, что, я знаю, что-то, что-то, что-то в СМИ, что в Донецке праздник происходит грамот, там, грамот, да, и, судя по всему, это как минимум, вот чок, то есть, это как, правительство виноват, то, что-то не объединяем, вот сейчас, но, наоборот, маленькая девочка, что-то, что-то с Крымом, да, и теперь, когда мы тоже хотим, да, идти к Крыму можно, почему так нельзя? Я думаю, что, скорее всего, можно пробовать вариант, что вот самый печальный вариант, это то, что отходит с Органией, что я хотел бы мне, если честно, потому что, действительно, многие, представители, да, футбол Крым, но Россия, так же, противодетовать, на Восточную Украину, это 100%, тем более, мы все знаем, что Крым, допустим, без Херсон, да, почти не может, да, без коммуникации, не только, Макс, не только Херсона, Максим, это же Крым без Украины, ну, а с Украины идет, в принципе, много вещей, ты же сам прекрасно понимаешь, электроэнергия, и кресная вода, и граждан. Да, я думаю, что это еще, то есть, то есть, действительно, возможносты в каждой области, и другая иная страна, захочет претендовать на какую-то территорию, заметим, что в данной ситуации, Украина сейчас не защищена, да, потому что, просто Крым решил отделиться, и украинские власти, как бы не хотели бы помешать, они ничего не смогли сделать, согласитесь, да? Ну, украинские власти, кто сейчас уже сидят в Киеве, да? Ну, ну, то есть, они ничего сделать не могут, кроме словесных, да, потому что, в данном случае, у нас, вы видите, что произошло, как бы в стране, у нас поменялась и власть, и никто не был готов, к тому, что Восток и Юг встанет, как бы, и скажет свое мнение по этому поводу. Хорошо, Максим, спасибо большое, я думаю, что если мы к вам созвонимся с вами, буквально, может, через пару дней вы там расскажете свою ситуацию, как, вы не против? Да, конечно, набирайтесь, буду рад вам все рассказать. Все, Макс, спасибо большое, до встречи, всего хорошего. Спасибо. Да, Максим, спасибо большое, давайте, спасибо. Ну, видите, вот такая ситуация, то есть, люди, ну, в принципе, человек совершенно вменяемый, и рассказывают, как бы, такие вещи, которые, но, вот, смотрите, Крым провозгласил независимость, это вот сегодняшняя, Республика Крыма объявлена независимым, суверенным государством. Верховный Совет Крыма на внеочередном заседании в понедельник, ну, то есть сегодня, принял постановление о независимости Крыма. То есть, видите, ситуацию, какая есть. Дим, я, можно я скажу, две полемки, я скажу, ну, к тому значению, что мне страшно болячется за расчеты, через то, что, я никогда не думал, что я на всякий патриот державы, правда, я, мне сдавалось, что бишь, патриот, и других вещей, которые мне было комфортно в моем жизни. Я этого не скрываю. Я всегда зацикален хорошему бизнес-проекту, зацикален хорошему заработку, достойному жизни, в принципе, комфортности. И, в принципе, всегда был приоритет для меня. Само собой, часть моего жизни это семья, религия и работа. На сегодняшний день, после этих событий, знаете, я после революции, на какой-то момент, даже поверил, что что-то может поменяться. Я через это был, справедливо стоял, тихо стоял, но стоял. Або выходил, выступал, но стоял далеко. На сегодняшний день, то, что делается в Украине с Крымом, это не конец, это только начаток. И на сегодняшний день... Ну, судя по пару бью, то, что он сегодня утром сказал, это точно для него, это какое-то начало. Это та строфа сегодня, что при владе люди, Господи, прости меня, что я сейчас и говорю, но, на мою думку, часто они вообще неадекватные. Я не вижу в людях тут каких-то серьезных политических кроков с желанием реально поменять что-то в Украине. Сегодня реально проблемы, которые доводят до летального випадка нашу государству. Sorry, но мы говорим сегодня про Путину и про перевороты на Схуднюю Украину. Сегодня в Украине становится, по сути, дефолт. Ну, смотрите, вообще, что происходит в Украине. Это не только мы говорим за Крым, да? Мы сейчас видим, что происходит в Харькове, что происходит в Донецке, в Луганске, да? Но и в Киеве та же ситуация. То есть, буквально пару дней назад опять же, пикетировали Верховную Раду. Кто там? Самооборона, правый сектор. Они там уже опять эти кшины посносили и чего-то там требовали, да? Сегодня, сегодня опять там, сегодня утром самооборона стояла. Ребята, пацаны, которые, наверное, по 17-16 лет с автоматами. давайте посмотрим. А вот с автоматами может быть не стояло. Стоял сброяль, да? Я вам покажу сюжет. Опять же, от Граматского ТВ наши коллеги из Киева. Давай посмотрим. У понеделок враньце биле четвертого пяти из Дворхронной Рады собрались люди в камуфляже. Дехто из них перекрывает вход, трючки далее. Вхит «Доброго ранку», Громадское телебачение, Сергей Андрушко, журналіст. Расскажите, кто эти люди, что они требуют? «Кто вы?» «Ну, яку вы організацию представляете? Что вы тут робите? Расскажите. Ничего не говорят. Люди, Сейчас просто вкази, как ничего не говорите. Ну а кто вы? Можете представить? Другая сотня самобороны свободы имени Святослава Хороброва. А какие еще вимоги? Иншого пока сказано не говорили. У вас оружие справедливая? Вы сомневаетесь? Люди с оружием. А как вы без оружия? Я? Я журналист. Так не больше. Журналистом в первую очередь. У меня зброя слова. А у нас пока слава богу без зброя. Кризис. Добрый день. Добрый день. Громадское телебанчание Сергея Андрушева. Скажите, что это за людьми? Все, власне, зібрались сьогодні громадяни. Тут різні представники. Тут є і Свободівці, є представники самоборони Майдану. Сьогодні напружена ситуация в країні. Вчора пізно вечері поступила розвід информация про те, що в Києві сьогодні можлива провокація із штурмом Верховної Ради, саме організована з Росії. І для того, щоб унеможливити провокації, було прийнято рішення сьогодні забезпечити, в тому числі, громадськістю, людьми з Майдану, контроль над зовнішнім периметром. А у нас немає правоохоронних органів? У нас є правоохоронні органи, але ж розумієте, що ці правоохоронні органи роками створювалися на базі корупції, особистої відданності Януковичу і так далі. Тому їх треба підсилювати громадськістю. І це не є правоохоронці, це просто громадяни. Вони зі зброєю? Легальною зброєю, звичайно. Все легально, ніяких абсолютно немає застережень, законно все. Більше того, ми живемо в такий час, що коли ми будемо придиратися до того, що хтось ходить зі зброєю, то давайте ми краще будемо питати, чому в Луганську, в Донецьку, в Криму ходять сепаратисти і терористи зі зброєю, а не люди, які захищають Україну тут зараз від можливих провокацій. Тому, я думаю, це правильна пословка питання. А як же заява міністра внутрішній справи Авакова, який сказав, що потрібно здати зброю? А це ж все легальна зброя, це ж не вагнепальна зброя, це ж травматична зброя або палеці якісь пневматична, це ж не заборонено взагалі законом. Це нелегально, в українському законодавстві, в нинішньому все легально абсолютно. Це ж не то, що з автоматами Калашнікова, а з гранатометами стоять. Це абсолютно все легальна зброя, тому це, конкретно це, це сотня святослава, сотня самооборони свободи, яка пройшла весь Майдан від першого дня і яка брала участь в самих гарячих точках, в самих боях, в самих протистояннях. Це люди, які просто захищають зараз Верховну Раду від можливих провокацій російської агентури. Тому, мені здається, це абсолютно нормально. І більше того, міліція сьогодні співпрацює з усіма цими громадськими формуваннями з Майдану. І ця співпраця триває вже з першого дня, як тільки змістило Януковича. Спільні патрули ГАИ з Автомайданом, спільні патрули самооборони з ППС. Прокомментируємо те, що зараз тільки що ви виділи і услышали. Це сьогодні утром. На самом деле, якщо звучити по-русськи, то все. Тот же самий Крим, де зелені човечки з оружіем. Все знають, хто це в принципі, але вони не озвучивають, не озвучивають свої цели. Але що ми говоримо ще, які є свобода? Свобода – така унікальна партия на фоні Евромайдана, євроінтеграції. Не розуміюючи, не розуміюючи, люди, які вийшли на Майдан і кричали «Москалі на ножі», «Москалі на ножі», «Москаль» Це привело до того, що Крим не розуміє, к чому ми стремимося. Крим воспринимає нас, як бандерівців. Ну, чому я, який приймав участие на Майдані, я должен послушувати критику со сторони людей з Востока, з Восточного України, з Крима, про те, що я бандерівців. Я їм розуміюю, що бандерівців – це маленька частиців людей, але вони думають, що за ними відповідальність. Саме основне, що Крим говорить, що кримчане кажуть. У вас люди ходять з оружією, у вас військові якісь групи зробилися, які… Ми пам'ятаємо те, що було пару днів назад в Харкові. Вони просто, скажімо, там забаррикадувалися, почали відстрілюватися, вбили двох людей. Їх на следуючий утро задержали, да, около тридцати чоловік, с автоматами, со всем. То же саме ми зараз видим возле стін Верховної Ради. Чоловік говорить, у вас є оружие, а ви що, сомневаєтесь? Так, якбито це ми повинні. Знаєте, якбито відправили дитина за молоком, на тебе автомат, іди купи молоко. Я думаю, що те, що ми зараз бачимо, взагалі це трагедія нашого сьогоднішнього суспільства. Я думаю, що ми вже не одразу раз тут проговарювали на наших програмах, так? Добру тему, яку ти піднімаєш, так? Що на сьогоднішній день влада потребує определенного рестарту. І сьогодні до влади треба справді кризис правительства, а не те, що прийшло... Це в принципі роки роки. Ми помінялися, люди перебігали, зробили збільшість і прийняли закон. Так якщо ми за Майдан стояли за щось, то ці хлопці що кажуть? Це не трагедія. Що хлопці кажуть? Нас просто поставили сюди, сказали нічого не розповідати, вони навіть не знають, для чого вони там стоять. Люди стояли на Майдані, взагалі, частина стояла після 30-го листопада. Тому що так нельзя. Нельзя бетні дітей і жінок за те, що вони хочуть бути в Європі чи не хочуть. Право ціх не хочуть, вони хочуть. Дело з наше про евроінтеграцію. А що нам все ассоціяцію, як по сути у нас було, в Євросоюзі. Якщо ми зараз видим це, і депутат нашого... Народний депутат, говорить о тому, що вони стоять со совершенно легальним ружем. Тобто давайте вспомним, к примеру, год назад или два года назад, беремо так, становимся, одеваемся і с автоматами починаємо гулять по городу. Що б зробили? Я думаю, минут 10-15 нас би всіх пов'язали і відправили як мінімум розбиратись, тому що подумали би теракт или ще щось. Росія хотіла зробити в Верховній Раді какую-то провокацію. Ви в це верите? Що це таке? Загалі це єрунда, мені кажуть. Те, що зараз витворяють сьогоднішні політики, вони мають бути абсолютно всі вигляні. І мають бути перевибори реально зараз з виборами президентськими. Можуть бути ці люди, люди неадекватні. Це бред. Це бред. Це бред. Росія должна була зробити провокцію возі Верховній Раді. Ви в Верховній Раді. На такі черти здравомыслия перешевнули ситуацію нашого города. Само ворона, ну, тож було місяць назад, тоді тільки все починалось, горячі точки, горячі моменты. Подходять продавцює кофі, і кажуть, що ти не продавцює, а віддавцює нам кофі. Тобто, ну, ситуація, коли почуваєш властью, ну, безмежна влада. Ну, якщо ми зараз говоримо про те, що робиться, маємо знати, якийсь виход, який має бути. Правда? І це зараз залежить від ментальності людей. Ну, Діма, ментальність людей ти не поміняєш. Якщо люди продавали свої голоси і вибирали людей, то краще ставити двері в під'їзді, з тоді більше гречки, і хто більше краще не обіцяє людям, який ми дасть гроші за голос. Ну, це реально правда, надіюсь, це покажуть в телебачі. Люди продавали свої голоси, мать його туди, за гречку. Сорі, це моя емоція. Ну, якщо сьогодні люди кажуть, окей, нас це не устрає. Люня, космос два рази за гречку продавав. Значить, давайте строїти нову абсолютну власть. По-другому, люди, які, допустим, готові на Верховну Раду йти, на обласну Раду, на міську Раду. Люди, якщо хочуть по-другому строїти, давайте строїти по-другому. Але що сьогодні комуністи зробили для єдності України? Не за одним підтвердженням. Сорі, але нічого. Яким правом ще Египко має речі говорити, які він сказав? Свою повагу для цього людини, як бізнесмена, але як політика, я взагалі ньому розчарований капітально. Хоч я чесно, я підтримував, коли були вибори, йшов на президентські вибори першого кола, я був дуже вражений ним, як людину, я правдю за ним стояв ворою. Ну, ти бачиш, почему це все? От ти говориш знову те ж саме, що зробила комуністична партия, що зробила Египко. Восток і Юг їх підтримували. І вони підтримували їх на сьогодні теж. Коммуністи не. Ну, здрасте. Откуда ж вони... Ну, вони ж процент свій забирали все одно з Востока. Ти віриш в честь виборів, які були в останній раз? Ну, я не думаю, що коммуністы... Конечно. Он отживає своє, і все менше і менше становиться. Але вони существують, є люди, які голосують, тому що вони помнят, як було для них добре в Советському Союзі. Але те, що відбувається зараз, ви извините, ребята, але те, що говорять кримчане, вони не врут. Пусть слово бандеровця тут неумісне, але ми бачимо воєнних, які ходять у нас по городу. Ідіатизм іспользувати два слова зараз. Тітушки, бандерівці. Смотрите, настільки надоїли ці слова, немає інших словів, що повживати. Я не знаю. Зараз мега новость. Тітушки з Росії. І бандерівці з зустрічого. Реальна влада, яка прийде. І це не будуть подставні утки, а будуть люди, які реально професіоналні. Так, кажуть, що сто раз необхідно кризисменеджерів. Давайте досмотрим цей сюжет. Чисотник цієї сотні, Євген Карась, свідомий політичний громадський активіст, він теж може прокоментувати якісь питання, можна задати. Доброго дня. Скажіть, що роблять люди в масках зі зброєю біля Верховної Ради? Ну як? Ми зараз захищаємо громадський порядок. З виконуємо свою функцію самобору. Від кого? Від кого? Ну, очікується зараз провокації, тому що мало інформації, що дуже багато розв'язано різних російських провокаторів, збрешної агентури. На днях на Аболоні, звичайно, була черпувала держава. Кідушки зникли з Києва, знову з'явились. Тобто організована група людей на Аболоні. Думаю, що воно спалила два угнала, навіть якісь там битячі велосипеди повамали. Тобто вони рухали з організованою групою. Аболонська самоборона їхівцівцівцівців, але так як це був великий надоб, то не змогли їх зупинити. Звідомо і сьогодні може бути таке, що теж після цього референдуму, псевдо, що відбувся в Криму, вони теж будуть намагатися дестабілізувати ситуацію десь і в столиці України для того, щоб вже таким чином якось деслатися підстави, або щоб ми відвернули свою увагу від тих більшинств, які кладуть російські бойська в Криму, або взагалі навіть таким чином зробити якісь підстави для ведення військ в Україну. Тобто вони зараз можуть пригнати ряжених кітушок, які організують штурм Верховної Ради, почнуть якусь там стрільбу, вибухи, і Путін вже сказає, що десь в столиці не спокійно, тому ми вимушені втрутитися. Тому наша мета, тобто зараз вже забезпечувати громадський спокій і того, щоб відбувалося вже просто відновлення державного механізму, ну а крім того, що його відновлення, звичайно, і його очищення, тому що ще робота постановлення якби нормального українського співства, вона лише починається, і ми це все прекрасно розуміємо. Дякую. Отже, ми можемо також подивитися, як виглядає Верховна Рада в понеділок вранці з центрального входу. Зараз я підійду, і ви зможете побачити, що відбувається біля центрального входу. Майдан біля центрального входу Верховної Ради, переповнений ось людьми в камуфляжі. Ви бачите, які стоять, і, власне, стоять колоною перед громадянами. Ось як виглядає, власне, центральний вхід. Отже, люди в камуфляжі з палицями стоять біля Верховної Ради. А з іншого боку, вон, ось, іще ще підходять якісь люди, під'ятнений камуфляж. Вони стоять проти людей, охоронять, а то люди не можуть піти ближче. Доброго дня, громадське телебачення. Сергій Андрушко, журналіст. Розкажіть, що вас привело до Верховної Ради? Доброго ранку, громадське телебачення. На Україні, у Криму за мир. Громадське телебачення, Сергій Андрушко, журналіст. Скажіть, що вас привело до Верховної Ради? За мир, щоб у Криму фашистів російських вивели з Криму. Фашистових молодчиків, які топчуть нашу землю своїми чоботами, своїми танками, БТРами, щоб їх вивела Росія з Криму. Ми будемо йти мирною ходою у Крим. Бо це пенсіонер і немець. Ми підемо всі у Крим. У мене не ввіз. Три місяці народилася. Я піду, визволяйте своїх родичів. У Криму заберу їх у Київ. То вони мене запрошували. Закривайте свої хати і їдьте до нас. Закрите на замок і їдьте до Криму. А тепер ми їх з Криму заберемо до себе у Київ. Дякую. Також під'їхав мікроавтобус. Біля самого входу до стін Верховної Ради можна спостерігати людей в камуфляжі із щитами. Міліції чи інших представників. У мене інша інформація по Криму. Я зараз хотів би скоментувати. Шкода, що ця людина на місці ЗАЦ, бо я теж хотів її почути. Людина, дійовчина, на 6 місяці. Через 2 місяці чекає дитину. І вони дізналися того, що ці гроші, які мали бути обіцяні від держави України, вони не отримують. Тому що Крим визна свою російську, що він приналежить російській федерації. І тоді вона тепер всі всіх ходить, що яким правом тепер вона нічого не отримує. Це раз. І два, я скажу так, від того, що Крим ділився від України в економічному значенні. Україна більше заробить, ніж програє. І Крим потеряє набагато більше. Тому що, наприклад, Явсю, Крим завжди для нас був з мінусом большим. І 2 мільйони виборців, які голосували за прокоммуністичні партії, що більше голосувати не будуть. Тобто, я вважаю, що мають прийти абсолютно нові політики, які будуть відчитуватися щонедільно перед народом. І це реально можна робити, як це робило з Європи, іншого цього нового немає. Якщо вони заходять сюди, в політику, вони мають давати свідчоти, що вони мають бути професіоналами, не політиками. Ми вже ситі по грозу. Тепер треба бізнесменів, реальних бізнесменів, економістів, агрономів і так далі. Мені імпонується особистість Порошенка. Особисто мені ліпші кандидати на президента України сьогодні не бачу. Російський Президент завтра з посланням до Федерального Собору. І, значить, що він скажет, що він вискажеться по судьбі Криму. Завтра. Мероприятие состоїться в 15 часов в Георгиєвському зале Кремля. Він скаже відомо, що він скаже. Він скаже, що вітаю корінних росіян на своїй батьківщині. Росія не обіцяє, що не обіцяє в Абхазії. І Крим потеряв усі українські, що відбувається в Україні? Росія відбувала свою плану урегулювання ситуації в Україні. Цілями групи підтримки має бути поощрення українців до осуществування таких першочередних дійствів. Послухайте. Незамедлительно виконувати обіцяцтва, содержащихся в Соглашенні об урегулированні ситуації на Україні от 21 февраля 2014 року по з'юти нелегального оружія, освобождення незаконно занятих зданий, уліц і площадей, а також по організації объективного расследовання актів насилия в декабрі 2013 року до февраля 2014 року. Це перше. Вторе. Без промедління созвати по решенню Верховної Ради України конституціонне собрання с равним представіттям всіх українських регіонів для подготовки нової федеративної конституції, в якій русському языку буде представлен статус второго государственного языка. Третье. Сразу после одобрення нової конституції признається і уважається право Крима проопределити свою судьбу в соответствии с результатами свободного волеизъявления его населения в ході состоявшогося 16 марта референдума. Установлены на основе совокупностей изложенной выше цели и принципов государственный строй Украины, ее суверенитет, территориальная ценностность и нейтральный военно-политический статус гарантируется Россией, Евросоюзом, США с закреплением резолюции Совета Безопасности ООН. Россия готова совместно с нашими партнерами без промедления приступить к формированию многостороннего механизма содействуя регулированию украинского кризиса в соответствии с этим предложением, подытожил МИД Российской Федерации. То есть вы видите 5 пунктов, которые должны сделать. Один из них, основное, это, конечно, представление статуса второго государственного языка русского. У нас нет чистого русского, чисто украинского. Через это, я считаю, так. Если мы смотрим с сегодня, надо понимать, какая проблема есть сегодня. В том, что мы сейчас говорим, в принципе, мы многое не изменим. Надо делать определенные действия. Правда? А выборы переносить на 21 грудня, чтобы Юлия Володимировна подняла свой рентин. Ну, извините, через что? Правда, я не мерз через это на Майдане. Правда, через это я не взрывал свой голос. Правда, через это я максимально тратил деньги, которые я мог в помощь Майдану. И не для того, все эти вещи были сделаны. Я организовывал авто Майдан и так далее. Ну, извините, когда я смотрю на телевидение, когда один одному доказывают, какие он был с самого початка молодец, что это пренея полнейшая. И сейчас манипулируется за лицом Майдана, когда какие дети романские выезжают за кордоны и рассказывают, какие дети вообще стоят. Слушайте, вообще, вот посмотрите, что творится. Все люди, которые стояли между собой, сейчас начинается дерибан мест. Просто дерибан. А теперь мы думаем, для чего они там стояли? Для того, чтобы... Они сейчас считают, кто дольше часов отстоял на Майдане, кто больше получил ранений на Майдане, тот должен иметь больше привилегий. Люди, которые манипулируют майданскими препятствиями, я в очи могу сказать, что они являются, по сути, моральными родами. Ну, по сути, они пришли, чтобы сейчас добиться до влады и опять же, по старой схеме, порешать, сделать, переписать на кого-то, и так далее, делать бизнес в политике. Это не можно абсолютно допустить. Если человек раз на сегодняшний день заходит в политику и хочет что-то сделать, по сути, для города, области, региона, или страны, она должна давать себе отчет, что это будет едино разово, что она раз на сегодняшний день мает обчитывать, и что она мает строить в будущем этой страны. Я особо знаю несколько европейских сообществ, в европейских странах, которые готовы делать дотации на регионы Хмельницкой или Западной в аграрной веке. Но эти люди готовы это делать, эти организации готовы это делать, при том, что эти деньги будут эксплуатироваться реально для конкретных целей, с цельным призначением. На сегодняшний день что мы видим, что люди, которые были не при владе, стали при владе, и хотят сейчас немного заработать деньги, чувствовать себя при владе, и быть кем-то. Но извините, но мы ничего не выиграли, честно. Какие резоны этого всего? У нас это был фарс вообще весь. То, что сегодня «Батьковщина», «Свобода», еще там удары, которые сейчас начинают между собой делить места, но, извините, что на это никто не договорился. Давайте создадим какую-то новую прогрессивную силу, которая будет выбрана реальными народами, профессионалами. Да ну не будет, потому что они опять между собой будут ругаться и деребать. Это иллюстрация. Политика очень человека делает плохим. Ты понимаешь, что даже сегодня можешь быть прекрасной идеей сделать все хорошо, ты в политику заходишь, все. Ты испорченный человек, становишься. Через полгода ты испорченный человек. И ты будешь… Ну я знаю достойных политиков, ну правда знаю, с правой ментальности, вот и все. Ну например, та самая Польша, в Словачии, в Чехии, я знаю политиков, люди, которые в политике не в первый раз. Окей, их нужно создать. Но те люди, которые сегодня называют себя политиками, не могут дальше быть, потому что они раз доказали. Ну смотри, начинают жрать нового губернатора нашего. Ну смотри, человек в принципе пришел ниоткуда, да, то есть он не занимал каких-то там высоких постов, да, он сейчас все, сколько ты часов простоял на Майдане, было у тебя ранение, мы тебя на Майдане не видели. Вот, это вопросы к нему, где ты в каком углу стоял на Майдане. да, да, спал, я достаточно эмоциональный человек, только вы не знаете, про что я говорю, я очень сильно переживал ситуацию, которая есть. И я, честно говоря, на ранок сегодня, сделаю себе, скажем, под грунте свою думку, опять при власти человека, но мы знаем других кандидатов, которые хотели быть губернаторами, но мы знаем их прошлое, понимаете, они уже там были, они уже были там, и ничего хорошего сказать не не может. Я, Степан, пытаюсь, а что такое, что подвладные народовые? Ну, с такого плана Ленин делает подвладные народовые, ну, сори, это коммунизм, это на европейский союз. Я тебе скажу так, я больше часто на свое життя живу в Европе. А концепция не меняется оттуда, ты понимаешь, меняются названия и слова. Я понимаю, да, 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 еще мы зараз, ну, скажем про то, что Майдан может выбрать людей, но это на европейский выбор, это на Европа. Майдан, Майдан может формировать месседжи, это 17-й год, власть народу, понимаете? Это 17-й год. То есть, Европа на это не піде, Европа визнает следующее, давайте так, если мы говорим про европейский союз, европейский майбутнє, правда, не про российский, европейский. Украина самосуществует... У нас, возможно, так, для кого-то, мы говорим про целистное разумение Украины, или просто про нас окремо, как там... На данный момент то, что есть люди, которые в принципе визнаны большинство Украин света, как владой, то есть ВО, президент Турченко, премьер-міністр Юнюк, своим Кабмином, и та Верховная с той большей частью, которая есть, сказала и приняла несколько законов про европейский, скажем, направление Украины. 21 числа будет подписана Европейская Ассоциация Украины с Европой по политическому, скажем, по политическому, скажем, первому направлению. И что мы говорим про это? То есть, что мы говорим про Европейский союз и про отримание денег, которых в Украине вообще нет, и без этих денег украина просто перетвориться на гнездо, абсолютно на черную дырку. Нам нужно грошей, и нам готовы их дать ревно столько, сколько нам нужно. Дайте понимать, что мы должны быть подкладаны тем правилам, которые Европа делает, правда? Ну и что сегодня в Европе, в Польше, в Италии, в Испании, в Немеччине, в Великой Британии, в Швеции, в Норвегии, заявить про то, что народ должен формировать меседж. Ну, извините, такого не будет, к сожалению. В 2018 году так было, что выбрали людям, и все должны быть ревними. Ревними не будем. Будут бизнесмени, которые богатые, будут беднее люди, которые беднее. Но есть средний ревень населения с хорошим заработком, в селе жить престижно. Хотя деньги должны вливаться в агрополитику, и наша агрополитика должна развиваться. Это реальный факт, что Европа готова дать. Гроши точно, как мы, которые занимаются этим. Правда, готовы дать. Очень большие деньги. Я думаю, что это реально, что в нашем сегодняшнем селе, например, в Евросоюзе, там же нет такого, правильно? Вот почему-то наших людей всегда клонит какими-то коммунистическими идеями. Все-таки это в голове у нас где-то задел. То есть пусть мы сейчас гнобим, да, мы не уважаем коммунистов, коммунистический строй, но концепция та остается. Мы сейчас хотим по телевизору показывать, как свинарка и пастухи сколько накормили свиней, сколько... Это опять же называется народная власть, народное телевидение, народное государство. Ведь оно уже было построено когда-то. И мы все говорили, что народ, мы, Советский Союз, это народная страна. Страна Совета. Не то, чтобы тебе выбрать, нужно иметь выбор, из чего выбирать. И мы можем сами формировать в себе, а мы с собой домовитись, что мы хотим, по-перше, кто мое претендовать на то место, место, премьера... Думайте три условия выбирать, он реально на три месяца. Прийдет новый президент и думает, новое назначение, я так считаю. Помните опять же Романовых, да? Ну да, знаем это точно. Это Аля Янукович. Тоже были межгорья, то есть было все. Людям это не устраивало, они это поменяли. И на что? На народную власть. Не будет народной власти. Понимаете? На народной власти, каже Украинский выбор Медведчука. Народной власти. Ну смотри, ну это... Максим, ну что такое народная власть? Ну да, что такое, скорее, Украина. Это предприятие, где есть работники, акционеры. Каждый у нас имеет равные права, равные акции. И мы берем директора, который должен для нас создать благо, а мы для этого ему хотим... Ну это не так. Ну смотри. Ну это так. Ну я скажу так. Ну не так. Ну поймите, ну не будет в Украине того, что не будет больше олигархов, много людей, чем бизнесменов. Раз так, если в стране не будет жить. Потому что это не европейская, это получается антидемократичная страна. Смотри, кто бы толкал людям, что теперь при новой владе будут все ремни. Но я это слышу уже не один раз, что мы, народом, можем выбрать... Да, кстати, Степ, я вот точно скажу. Очень многие люди, даже предприниматели из Киева, сейчас боятся за то, что они живут в доме. Не в частном доме. Потому что к ним в любой момент может приехать какая-то самооборона с автоматами и сказать, чувак, ты заработал бабло, давай делись. А почему он должен делиться тем, что он заработал? Абсолютно все это не видел. В плане принятия решений. Мы не говорим про национализацию. Мы решили забрать дом в Ядуфе. Давайте заберем. Ну, попытка этого была. Хорошо. Давайте такое. К Пшенке домой заехали. Разбомбили? Посмотрели. Разбомбили за 2 недели, а не осталось ничего в квартире, в доме его. Объясните, кто это сделал. Но вот это ж было такое. И это по всем каналам показалось. И его просто дом тупо разворовали. А это было не будние дни. Это была революция. Это такие обставы. Нет, это было после революции. Это после 21-го числа. Было уже 5 месяцев, кстати. Такие, да. Революция в нашей развекном. И в нашей траве. Ты живешь в квартире? Ну, так. Ну, к примеру, жил бы в частном доме, и у тебя был бы свой бизнес. Допустим, несколько магазинов. Ну, какой-то, да? А бы там, скажем, сервисный центр. Сейчас тебе было бы спокойно жить в частном доме? Если бы я работал честно, я знал, что за мной нет трубов и так далее, то я бы не проживал. Почему? За кого мы можем говорить о том, что они есть или их нет? Это ж не ты выбираешь? Ну, то есть... А я факт. Свою информацию про тебя, про себя, да? Не ты выбираешь, а за тебя выбирают. Есть ментальность людей. Есть зазность людей. Как так может быть? А что у меня не вышло? Ну, реально факт. Ну, правда. Ну, факт. 20 лет бизнеса моих батьков, который пришел до меня и так далее, что сейчас я расширюсь, подорожаю в других странах и так далее. Ну, правда. Ну, есть какие-то там навыки. За мной нет труб, ну, правда. У меня вообще политика пополам была всю жизнь. Хотя на суну, на один раз раз на разные партии предлагали успешное будущее. У него это правда не было интересно. Мне это стало интересно, просто реально меня достало. И сегодняшний день я маю переживать про то, что придет кто-то там и скажет, что это все нужно национализировать, это мать будет ревнями. Почему ты переживаешь? Ну, это... Я абсолютно не переживаю. Правда. То, что я был в тот начале, когда тут никого не было. Тут на Хмельницкому реально не было. 34 человека. Правда. Я был и в Киеве, когда был Беркут, и в Львове. Главное, что свобода в том, состоит в том, что ты можешь себе ходить и нечаянно не нарваться на каких-то людей с автоматами, которые могут неправильно тебя понять. Ведь ты можешь идти в 12 вечера, да? Или еще как-то, да? То есть просто тебя не поняли, да? Посигналил, потому что кто-то на красный свет прошел, кто-то увидел, прибежал к тебе и начинает бить твою машину. Понимаешь? Из-за чего? Из-за того, что ты как бы другому человеку что-то указал, что он не прав. Я перепутал на Майдане и думал, что я какая-то тетушка с ним, что я тюл ничь езду, то что были видимости про то, что я какой-то бус езды там стреляли по Майдане. Я реально езду. Мне позвонили хлопцы, я все кинул, я поехал. Абсолютно не спавшу в этом дубу, а потом еще чуть я не заработал. У нас минута до новостей. Я еще тоже одно вечер скажу. Звонит мне тоже один из руководителей самообороны, да? Вечером в 22.30 и говорит, Дима, ты не представляешь, два автобуса тетушек только что приехало возле гостиницы центральная. Он говорит, мы все мобилизируемся, то есть если хочешь там поучаствуй, да? Знаете, кто это был? Грузия. Это были грузинский национальный коллектив, танцоры, которые приехали к нам выступать. А люди уже автоматом подумали, что это тетушек привезли. А если бы они не разобрались в ситуации? Ну, у нас уже нет такого, что к нам могут коллективы приехать, правильно? Да, чеченцы уже грузинов привезли на помощь. Грузины за нас. Так, ну понятно, но кто бы там ночью мог разбираться в этом, правильно? Ну, в общем, вот такая история. Я очень надеюсь, что все у нас будет хорошо во всяком случае, хотя бы в том, что люди себя спокойно будут чувствовать у себя, когда дома или на улице, когда они будут проходить. И военных у нас с автоматами на улицах не будет. Я вот это самое главное очень надеюсь. Я надеюсь, что вы тоже меня поддерживаете в этом деле. Сейчас у нас новости на канале TV7+. Мы через 20 минут в эту студию возвращаемся и продолжим наш разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова